Центр Луганска Все изменилось, начиная с 1926 года, когда началось строительство Луганской окружной больницы. Наш сегодняшний рассказ об одном из самых старых лечебных заведений Луганска и об архитекторе Георгии Нероне, для которого строительство окружной больницы стало самым значимым делом в его профессиональной жизни. Георгий Николаевич Нерон родился в Дербенте 17 марта 1888 года. Его родители Николай Петрович Нерон – секретарь Дербентского мирового суда, надворный советник. Мать Вера Васильевна – домохозяйка. В семье воспитывалось еще шестеро детей. По окончании реального училища Георгий Нерон поступил в Рижский политехнический институт на архитектурное отделение. В 1916 году дипломированным инженером-архитектором был направлен на службу в Луганскую уездную управу. Это была не первая встреча Георгия Нерона с Луганском. Он был направлен годом ранее, в 1915-м, в наш город для прохождения практики. Но ведь не зря говорят, что самые красивые женщины живут на востоке Украины. Во время проживания в гостинице «Россия», что располагалась на улице Петербургской, студент-практикант знакомится с очаровательной дочерью владельца гостиницы Серафимой Базилиной. Девушка преподавала физкультуру и танцы в женской гимназии. Стройная, красивая, грациозная. Но как тут не влюбиться? И, предполагаем, именно это стало причиной того, что после окончания института молодой архитектор выбрал местом в своей дальнейшей службе именно провинциальный Луганск. А 16 февраля 2018 года молодая пара обвенчалась в Николаевской церкви Луганска. Он очень долго за ней ухаживал. Но потом он прекрасно пел, у него был лирический тенор. Он рисовал, но просто он был очень хорошим человеком. Я так подозреваю, что бабушка была счастливым человеком, судя по тому, как она рассказывала. У них было много друзей, у них были очень интересные встречи. Они собирались, музицировали, пели. Дедушка из его пристрастий выращивал цветы. Достоянием были кусты штамповых роз. А по выходным он готовил обед. Бабушка отдыхала. И причем мама рассказывала, что он так скруплезно к этому относился. Там было все нарезано идеально. Были какие-то специальные ножички. Все было очень красиво. Ну и кроме всего этого, человек, увлеченный своей работой, он всегда интересен. 1918 год больших перемен в жизни Георгия Нерона. Он создал семью и нашел себя в новой работе. Начал преподавать. Георгий Николаевич обучал студентов архитектуре в техникуме пути сообщения. И уже через два года был назначен заведующим учебной частью. Он стал толковым, грамотным преподавателем. Но все-таки Георгий Нерон хотел настоящей, серьезной работы архитектора. Он успевал уделять время и студентам, и руководить строительством и реконструкцией отдельных зданий в городе. Это и перестройка школ, внутренняя отделка горно-коммерческого клуба, первые здания сельскохозяйственного института и многие другие. Но главная его стройка была впереди. В 20-е годы в Луганске назрела острая необходимость в строительстве новых лечебных учреждений. Активное промышленное развитие города привлекло население в Луганск. Оно выросло. Если в 1923 году население составляло 40 тысяч человек, то в 1926 уже 70 тысяч. И при этом оставалась в городе лишь одна больница, которая была рассчитана на 100 человек. Итак, было принято решение строить окружную больницу. Столь важное и ответственное дело поручили Георгию Нерону. Архитектор давно ждал такого проекта. Георгий Николаевич с энтузиазмом принялся за работу и даже перешел с должности зауча на должность рядового преподавателя, чтобы все свои силы отдать новому строительству. Некоторые этапы возведения больничных зданий мы можем увидеть на старых фотографиях. Яркой иллюстрацией строительства окружной больницы являются уникальные фотографии, сделанные в свое время Львом Матусовским, известным луганским фотографом. Они показывают этапы строительства больницы и показывают первоначальный вид больничных корпусов, которые сейчас в связи с ремонтами, изменениями, реконструкциями достаточно трудно узнать. При подготовке проекта будущей больницы и в процессе строительства Георгий Николаевич консультировался и советовался с врачами. Он хотел сделать этот проект современным и удобным и для врачей, и для пациентов. В процессе строительства он беседовал с врачами, которые, предположительно, должны были работать в этой больнице. Потому что, естественно, он не мог знать всех тонкостей, и они ему рассказывали о своих предпочтениях, что и лучше как сделать. Когда заказывали оборудование, то тоже сначала он выписывал образцы. Вот это образец чугунной мальцевской ванночки. А это уже было выписано из Германии. Фарфоровые сантехнические принадлежности. Так что все это было процессом коллегиальных решений. Новая больница была своего рода городом в городе. На 25 десятинах земли располагались больничные отделения, квартиры для медработников, столовая, прачечная, парковая территория, был свой гараж и даже конюшня. По некоторым данным, проектом был предусмотрен подземный тоннель, который в наши дни нигде не упоминается. Мама рассказывала о том, что в больнице все здания корпуса соединялись с тоннелями. В этих тоннелях проходили трубы, паровое отопление, горячая вода. И по этим же тоннелям можно было отвозить из пищеблока пищу, чтобы она не остывала зимой. В прачечную белье отвозилась. Да и вообще парк был немаленький, и не так страшно. Если вечером нужно было куда-то идти, лучше было идти по тоннелю. Был ли туннель на самом деле или нет, сейчас это не столь важно. Главное, на то время здесь оказывалась самая лучшая и современная медицинская помощь. Поликлиника могла принимать в день до 700 человек. Больные оздоравливались не только с помощью пилю. К их услугам были света, вода и электролечебница, а также специально разработанные комплексы лечебной физкультуры. Для успешного лечения в те годы применялась трудотерапия. Больные вышивали, рисовали, сажали деревья, плели корзины. Считалось, что это значительно ускоряет процесс выздоровления. Накануне открытия больницы в апреле 28-го корреспондент «Луганской правды» посетил строительство. С нескрываемым восторгом и восхищением он написал свои впечатления в статье «Фордизированная фабрика здоровья». Журналист осмотрел всю лечебницу от прачечной до операционной. На тот момент в новой больнице было все самое лучшее и современное. Автор статьи заметил, что на этой фабрике здоровья не хватает только конвейера, который бы развозил пациентов в нужное отделение. Луганская окружная больница строилась два года. Ее открытие состоялось в 28-м году. И с того времени на этом месте возвращали потерянное здоровье. Впоследствии больница стала именоваться областной клинической. А с 1985 года областная клиническая больница была отдана детям. Теперь тут лечатся малыши со всей области. 15 стационарных отделений готовы одновременно принять 500 пациентов. Квалифицированные врачи ведут прием в многопрофильной поликлинике. Для взрослых пациентов функционирует областной кардиологический диспансер. Врачи больницы оказывают как плановую, так и экстренную медицинскую помощь. Луганская областная детская больница аккредитована как больница высшей категории. И имеет статус «Больница доброжелательного отношения к детям». Через три года после завершения строительства в профессиональной карьере Георгия Нерона произошли изменения. Он был назначен на должность заместителя Луганского межрайонного инспектора строительства. А с 1932 года стал инспектором. Но все равно, даже будучи загружен в свои основные работы, Георгий Нерон не оставлял преподавательскую деятельность. В апреле 1935 года Георгий Нерон получил новую должность архитектора Луганстроя. У него было много планов, энергии, желания работать. Но в июне 1935 года он скончался от тяжелой и быстро текущей формы туберкулеза. Ему было всего 47. Георгий Николаевич Нерон, хотя и не стал автором каких-то уникальных архитектурных строений, все же для нашего города личность очень ценная, неординарная. Дело в том, что этот человек, прожив короткую жизнь, а прожил он всего лишь 47 лет, он оставил след в нашей истории. И те здания, те сооружения, которые он строил, которые он проектировал, они являются частью нашей истории, частью нашей каменной летописи. И они, пережив все перипетии XX века, по сей день сохранились. Мысли и чувства композитора остаются в его музыке, поэта в стихах. Архитектор оставляет нам на память строение из камня. И сегодня мы благодарны всем тем, кто на протяжении уже более 80 лет в этих стенах спасал и спасает человеческие жизни. И светлая память архитектору Георгию Нерону за то, что построил для нас эту фабрику здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok